Технологии, развлечения, дизайн. Так расшифровывается аббревиатура американского некоммерческого фонда TED. С 1984 года проект стал платформой для множества идей. В Одессе популярная конференция проходит уже не первый раз. Тема последнего интеллектуального форума – переосмысление. Это такое большое-большое движение, в котором что-то узнается новое, в котором мы приходим поделиться своими мыслями, те спикеры, которые приходят, а мы приходим услышать что-то и воспроизводить дальше. Тема очень интересная, потому что переосмыслять в этой жизни всегда полезно. Формат выступления каждый спикер выбирает для себя сам. Это может быть игра на музыкальных инструментах, запуск летающих роботов или медиапрезентация. Главное – заинтересовать публику. Сегодня я буду рассказывать про силу истории в цифровом мире. Сегодня принято считать, что книги и истории переживают не лучшее время. Я попытаюсь доказать обратное. Сегодня перед книгами и историей открывается дверь в новый мир, цифровой мир третьего тысячелетия, и он дает нам огромные возможности. Уникальный проект предоставляет любителям литературы необычную книгу, которая совмещает в себе традиции печатного издания и новейшие возможности цифровых технологий. Впервые мы решили сделать книгу, которая является печатной, которая напечатана на красивой толстой бумаге, но при этом она дает возможность нам покрутить 3D-модель и гаджетом в ваших руках, посмотреть видео, увидеть фотографии, услышать красивую голос автора, который будет засчитывать то, что там написано. В ходе конференции участники также делятся своими впечатлениями. Отличная идея была на том, чтобы перестать устраивать совещание, там встречи по работе в кабинетах, а начать ходить, то есть совещание в процессе ходьбы. Пока Одесса только начинает приобщаться ко Всемирному интеллектуальному форуму, но вполне возможно, что в скором времени и в нашем городе появятся летающие роботы. Дмитрий Долматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса.